Пу-пу-пу, дисклеймер. Привет, я третий, сегодня мы с тобой продолжаем проходить. Так, Ронпу-3, и у нас классный суд, что-то я совсем забыл, прикинь. Буквально вчера играли, я уже забыл во что. Так, не было разницы, куда попала стрела, будь она отравленной. Отравленной? Во время расследования я заметил кое-что очень интересное. Моя лаборатория была на один пузырёк с ядом меньше. А будь этот яд нанесён на те стрелы, попадание ими было бы летальным в 100% случая. Маки, тебе есть чем возразить? Что случилось, Маки? Почему ты молчишь? Только не говори, что ты и правда убийца. Не может такого быть! Зачем Маки убивать Кайта? Как же мы хоть что-то поймём, если ты продолжишь молчать. Маки всё ещё сражается. А? В смысле сражается? Помните, как Маки сказала, что она готова пожертвовать чем угодно ради победы над Кокичью? Так вот, думаю, на этом суде она пытается убить его. Она хочет убить одного из осколков отчаяния, организатора убийственной игры. Тогда этим чем угодно является... Мы. Это жертва, о которой Маки говорила, должно быть это... Это мы. Нашими жизнями. А, нет! Я случайно! Я случайно пролистал. Капец, статистику себе в конце испортил. Да, ну, капец, ещё и сердечко забирайте. Да я в курсе, что это лёгкие вопросы случайно, да. Да. А, ради того, чтобы убить Кокичи, Маки хочет пожертвовать всеми нашими жизнями. Нашими жизнями? То есть, скрывая правду, пытаясь привести нас к неправильному ответу, Маки пыталась убить Кокичи и нас вместе с ним. Ага, она... Правда, убийца? Тяжело думать иначе. Всё-таки она знала правду и пыталась скрыть её от нас. Но благодаря Шуичи, этот коварный план был полностью разрушен. Какая жалость. Да, Маки, хотя, в принципе, всё закончилось так, как я и думал. Ты ведь с самого начала знал, что убийца Маки, верно? Поэтому ты был так склонен. Но ещё ничего не кончено. М-м-м? Может, теперь у нас и есть правда, но это ещё не конец. У нас всё ещё есть выбор. Мы не обязаны поступать так, как нам указывают улики. Во, аргумент. Шикарно. Молодец. Красавчик. Вывод просто великолепный. А? А что ты такое говоришь, Шуичи? Неужели ты хочешь выбрать не ту концовку, на которую указывают те правды? Шуичи, только не говори, что ты собираешься специально проголосовать... Специально проголосовать неправильно. Второй раз тот же текст? Это как вообще? Что? Проголосовать неправильно? Кайто сказал мне, что только я смогу постичь то, что лежит за гранью правды. А значит, лишь найти её недостаточно. Мы должны ухватиться за надежду, лежащую за ней. Поэтому, Маки, прошу, скажи нам правду. Правду, которую знаешь только ты. А Кайто сказал тебе такое? Значит, перед его смертью вы всё-таки смогли помириться? Да. Вчера, когда я ходил проведать его. Понятно. Ладно. Я всё расскажу. Тем более, это я вас в это втянула. Так что поступить иначе будет неправильно. Ну, Шуичи, ты такой настойчивый. Разве ты всегда был таким? А ты так думаешь? Должно быть, начинает сказываться влияние Кайто. Да. Уж кто, если не он самый настойчивый среди нас? Однако, что всё же произошло? Маки, прошу, расскажи нам. Пожалуйста. А затем Маки поведала участникам убийственной игры правду. Правду, которая поверила всех в шок. Не надо нам твоего помирствования. Всё настроение портишь. А что ж, пожалуй, такое развитие событий тоже довольно интересное. Перерыв? Серьёзно, так быстро? Относительно быстро. Ну, может, и не быстро, как обычно. Да не, кажется, быстро довольно-таки. Да не, ран сохранялся. Хотя у меня два сердечка там оставалось, да? О, ну ты хотя бы один. И вот, вновь начался антракт, где зрителям должен был быть представлен театр Монакома и его детей. Но ибо все Монакабы были погублены, проведение его боли было невозможно. И на том, занавес поспешно опустился. О, спасибо, что так быстро. Это что, отличие нас от вопросов, почему она всё-таки решила рассказать правду? Пожалуйста, расскажи. Ладно, расскажу. Вот так вот. Моим мотивом стал фонарь воспоминаний. А, то есть реально, да? Ну, расскажи. Ладно, расскажу. Вспомнив, что Кокичи является осколком отчаяния, я сразу решила убить его. Я подумала, что если я это сделаю, эта игра и эта битва, отчаяние и надежда закончатся. Я была уверена в своих способностях. Я знала, что у меня это получится. Нет, мы же всё время говорили, что нельзя. И мы были наивны, говоря так. А? Я сразу об этом подумала. Такой человек, как Кокичи, так и будет продолжать пользоваться нашей наивностью, если ничего не сделать. Хе-хе-хе. Да, Маки, меня понимает. Как облупленного. Поэтому мне нужно было взять всё в свои руки. Я взяла яд, взяла арбалет со стрелами и вломилась в ангар с помощью экзисала. Но когда я туда вошла, я увидела нечто совершенно неожиданное. Кайто и Кокичи сражались друг с другом. Кокичи был ранен в руку стрелой из арбалета, вероятно из-за того, что он сопротивлялся Кайто. В тот же момент они резко остановились, и оба с удивлением уставились на экзисал. Кокичи сразу же потянулся за своим пультом, чтобы взять экзисал под управление. Но прежде чем он успел это сделать, я выврыгнула из экзисала и выстрелила Кокичи в спину. Этого должно было быть достаточно, чтобы остановить его, ведь стрела была покрыта ядом. Смертельный яд, вызывающий ужасные страдания, верно? Но почему именно он? Уверен, некоторые из ядов в моей лаборатории были бы гораздо эффективнее его. Я хотела, чтобы перед тем, как Кокичи умер, он рассказал мне свои истинные намерения. Я хотела узнать, почему он лгал и сбивал нас с толку. В каком смысле? А раз он был организатором, не проще ли было бы ему спрятаться? Ну нет, ему просто хотелось поучаствовать, потому что ну тупо спрятаться это скучно. Как например, сделала Джулька Нашима, манипулировавшая убийственной игрой, будучи якобы мёртвой. Так он смог бы оживить игру, раскрыв себя в самом конце как неожиданного организатора. Так он ввёл себя так, что его можно было с лёгкостью заподозрить в организации этого всего. Даже если вспомнить то сообщение во дворе. Кокичи сказал, что это была подсказка. Но зачем ему в принципе её оставлять? Так можно поменьше слов для Маки? Я уже выдохся и голова кружится, хорош. Возможно, он как в осколок отчаяния хотел испытать безысходность от краха своего плана. Мне кажется, будь это так, тогда он бы наоборот, исполнял его с предельной аккуратностью. Ведь затем, когда бы его тщательно продуманный план рухнул, его отчаяние было бы абсолютным. Это хорошая мысль. И чтобы ответить на свои вопросы, ты решила напрямую поговорить с Кокичи, верно? Но это будет бред, если организатором окажется Ронтаро, да? Да, но... Да, но... Это было бессмысленно. Я была дурой, думая, что смогу серьёзно поговорить с ним. А прикинь, если... Как его... Ронтаро всё-таки убили, и он всё-таки был организатором, и убийственная игра кончилась, но Кокичи тогда ещё нашёл пульт и решил продолжить. О, о чём ты только говоришь? Какие вообще осколки отчаяния? Я ни слова твоего не понимаю. Что важнее, почему ты продолжаешь убийственную игру, когда она должна была закончиться? Ты ведь уже знаешь, что... Всё это бессмысленно, что я... Организатор. Неужели ты... Так сильно любишь убивать? Заткнись, урод! В тот момент, когда я поняла, что дальнейший разговор бессмысленен, я выпустила последнюю стрелу. Но тогда... Гааа! Так попала же на другую руку, нет? На... Вроде на ту же левую или на правую мы так точно и не знаем, потому что мы не вытащили куртку. Но она была с внешней стороны, это прям точно, где-то в плечо с внешней стороны. А это... Это, судя по всему, предплечье с внутренней, и это вообще не то. Что? Кайто защитил Кокича? Зачем? Зачем он такое делать, чтобы Маки не была убийцей и её не казнили на суде? В этот миг, мой разум полностью помутнился, а в нём осталась лишь одна мысль. Нужно что-то сделать с ядом. Она... Ну, в целом происходит то, что я ей говорил. Но только она не промахнулась, а это прыгнул... Как его? Как же его звать-то? Кайто, Кайто, вот. И в целом он предложил вместо Маки закончить убийство. Потому что он всё равно был отравлен и уже не спастись. Единственное, что пришло мне в голову, понадеяться найти андидот в лаборатории Шуичи. Так андидот с собой у тебя не было. Ещё одно гениальное решение, просто бестолковое, капец. Если ты берёшь яд, ну, на всякий случай возьми ещё противоядие. Я хотела выпытать искакить информацию, но убить его всё же было основной целью. Как грубо! Но в этом и была моя ошибка. Ведь из-за этого я... Ты что-то сделала? Я убила Кайто. Когда я вернулась с противоядием, ворота ангара уже были закрыты. Я сразу решила, что это рук дел Кокичи. Ведь теперь я больше не могла попасть внутрь. Но мне нужно было как-то отдать Кайто противоядие. Поэтому я направилась к окну туалета. Кайто! Ты меня слышишь? Быстрее! Выпейте противоядие! Окликнув его, я швырнул на противоядие в окно туалета. Хорошо, а как это объясняет пресс, по-твоему? Кайто заметил это и поспешил взять его. Но Кокичи вырвал андидот из его рук. Прости, но я не могу умереть здесь. То есть у одного рука рана в руку, у другого в спину и руку. И он еще и в руку, в которую стрела прилетела, берет яд, да? Даже не другой. Все-таки я организатор от убийственной игры. Стой! Противоядие есть только одно! О, Кайто, можешь не переживать. Он ведь уже исполнил свою мечту, верно? Он уже слетал в космос. И это мотив было убить. Кокичи. Твою мать! Остановись! Гораздо лучше. Отлично, на этом похоже все. Или же нет? Ведь теперь начнется новый классный суд. Классный суд! И ты будешь запятнанной на нем. Запятнанной, убившей Кайто. Убившей! Заткнись! Пошел ты нахер! Со своими судами. Будто я позволю тебе делать все по-своему. Кайто! Почему ты защищаешь Кокичи? Если бы ты не помог ему тогда... Да, будто бы я мог. Даже если это Кокичи. Я не могу дать убить тебе кого-то. Что? Амболин! Так это не меня Кайто защищал. Все это было ради Маки. Но это сделало ситуацию только хуже. Не находишь. Маки станет запятнанной и ответственной за убийство тебя. А все из-за этого решения. То есть он не мог допустить, чтобы Маки кого-то убила, поэтому прыгнул на стрелу, выпущенную Маки, грудью. То, что в руку попала чистая случайность, он так грудью упрыгнул, правильно? Он не мог рассчитывать, что чисто в руку попадет. Гениально. Не волнуйся, Маковая булочка. Я так легко не сдохну. Просто оставь все мне. Я покончу с этой убийственной игрой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Даже зная все обстоятельства, ты все никак не сдашься. Ты и правда совсем не скучный. Что? Я бы очень хотел увидеть, что может сделать Кайто в свои последние минуты жизни. Так что покажи мне, на что ты способен. Я не буду лезть в твои планы. Что ты? Быстрее убирайся отсюда. Маковая булочка, забей на меня. Беги отсюда. И живи. Ты обязана выжить. И что ты сделаешь, типа взорвешься? Зачем прям бежать отсюда? Но я отказалась сдаваться. Я попыталась сломать панель управления с помощью ножа, чтобы попасть в ангар. Но это ничего не дало. Так, вон-то откуда были те следы на ней. Но экзисал же суперсильно, нет? А ворота были похожи на те, которые в ладьках такие... Опускаются. Не проще было бы экзисалам сломать эти ворота. Тем более, что остальные экзисалы были все еще вырублены, даже когда мы пришли. После этого я вновь вернулась к окну, но там уже никого не было Дверь в туалет была закрыта, и сколько бы я ни звала, не отвечал ни Кайта, ни Кокича А больше я была не в силах что-либо сделать, я могла только уйти А как ты туалет открывала? Подождите, что? Тогда я и приняла решение Будучи запятнанной, забравшей жизнь Кайта, я решила убить на этом классном суде Кокичи И обменять на это все ваши жизни Тоже слабенькая отмазка, с чего бы ты тогда признавалась Так вот, что произошло? То есть Кокичи, даже зная все это, все равно решил помочь Маке скрыть ее преступление? Поэтому ты раздавил Кайта генеромническим прессом Кайта не хотел, чтобы Маке становилась запятнанной И я, как друг, не мог не исполнить его последнее желание Как ты смеешь смеяться над ним? Какой ты к черту друг? Ты только наслаждаешься нашими страданиями О, щупище О, Маке, ты такая страшная Слава богу, я в этом экзисале А ты говоришь, не матерись мне Как я могу не материться, если они сами матерятся? Верин, она бы меня на месте убила Стой я там, перед вами Ну, народ А что теперь будете делать? Правда открыта, так что За кого собираетесь голосовать? Можете отдать ваши голоса за меня И тогда мы всем урем Либо проголосов за Маке Маке И вышить За Маке Унаги Маке А что ж, выбирайте, что хотите Мне, в принципе, пофиг Почему? Как ты можешь оставаться таким спокойным? Твоя жизнь тоже от этого зависит Да какая разница? Погнали, народ, давайте За кого мы голосуем? Нет, мы еще не можем этого сделать Мы до сих пор не знаем всей правды Это дело еще не закончено А? Спасибо, что рассказала нам все, Маке Благодаря тебе я наконец понял Понял, что за твоими показаниями кроется Другая правда Другая правда? Да, я не сомневаюсь в этом Потому что С твоими показаниями что-то явно не так Часть показаний Маке Которая не должна соответствовать действительности То, что Кайта защитил Кокичу Я думаю, вот это неправильно Потому что показали, что Внутреннюю часть Так, времени нет То, что панель управления была повреждена То, что Маке стала запятена И то, что Кокичу выпил противоядие Часть и о том, что Маке запятнанная Нет, никакие сомнения Ну да, я тоже, что это бред Но надо было попробовать Зачем-то Зачем я это сделал Вот Да вы издеваетесь Это хоть какую-то логику имело Что Кокичу выпил противоядие Как мы можем утверждать, что это может быть неправда То, что панель управления была повреждена Но она была повреждена Она была поцарапана Да ты издеваешься Да в смысле? Мы видели, что она поцарапана была Маке сказала, что она пыталась сломать панель управления Чтобы попасть в ангар Но это же нелогично Ведь на воротах была установлена сигнализация Да, меня это тоже смущает Меня это очень сильно смутило Тоже Но я почему-то на это забил Ладно Ох А ведь и правда Маке же так близко подошла к воротам Да, я тоже по это подумал Я думал, что она сломала панель управления экзисалом Вот это вот Разве что Так же то, что она туалетную дверь сказала Пыталась открыть Хотя каким образом Она туда попала Тогда мне было совершенно не до этого Но Пожалуй, это правда странно Может сенсор просто ее не обнаружил Нет Охрана там такая поверхностная Не такая поверхностная Если бы к воротам подобрался какой-нибудь сомнительный тип Сигнализация бы сработала без каких-либо вопросов Тогда почему она не сработала? Я ведь сказал, еще ничего не кончено Другая правда все еще не была найдена нами Верно За всеми этими странностями Должна быть какая-то причина Я Блин, надо было это сказать Просто я подумал, что я как будто бы уже слишком много докапываюсь Но тут, видимо Помимо косяков Есть еще и правильное То, что специально сделали Ладно Буду дальше докапываться Если мы не найдем ее Другая правда будет почти у нас в руках И что я должен ответить сейчас? Примерно хотя бы Электронный замок Карболит Электробомба Электробомба Подожди Защищающему Последнюю Я пыталась сломать с помощью Назар Так что передняя Сигнализация не сработала Подожди Защищенный электронный Если бы кто-то приблизился к ней По всем Сигнализацию можно С помощью пульта Дистанция На ней следует Повредили чем-то острым Но если бы ты не подошла До 100% вероятностью Может она была неисправна Могли быть особые настройки А мне видимо тут согласиться надо Правда ли она пыталась сломать управление Управление ножом Я не собираюсь больше лгать Предположим Сигнализация была полностью исправна Как тогда она могла Не сработать Электробомба Наверное вот так Я правда пыталась сломать панель ножом И сигнализация правда не сработала Но тогда я даже не задумалась об этом А в чем противоречие моим словам Она могла электробомбу Использовать вместо ножа Я вот не помню А как мы сигнализацию отключили Мы не селекция бомбы Случайно ее отключили Но арбалет тут точно Ни при чем Электронный замок Люк 2 экзисал Находившийся на месте преступления Один находился на месте хранения Его люк был закрыт Другой находился Это мне кажется в будущем пригодится Защищающему накуму экзисалы Тоже мне кажется не как Стоп может вот здесь вот Мне не сработало Ой ты душная Сигнализация настолько громкая Что мы бы ее услышали Ну он сам подтвердил Что она врет Алло Мне это какие претензии Там по моему Попробовать снова Там всего 2 причины Это точно не электромолот Электробомбу я не помню Мы использовали или нет Вот и перед Вот 2 пули у нас всего есть Защищенные электрическим барьером Если бы кто-то приблизился К ним по всей академии Прозвучал бы сигнал тревоги Неужели я вот так вот С помощью Неужели вот это вот что ли Нет Падла Я думал Киба нам дал подсказку Вот это вот Сигнализация настолько громкая Да 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 Козел Подожди А мы хоть раз До конца дочитали Давай дочитаем Что скажет нам Как и чем Могла быть Могли быть особые настройки Но это вообще бред Я не знаю Как на это реагировать Предположим Сигнализация была полностью Исправна Так Как тогда Она могла Не сработать Маки не заходила Через ворота Я не знаю Я не знаю Что там Передние ворота Электробомба И вот Что-то из этого Надо использовать Куда-то Но Мне надо согласиться А ну-ка Можно Да Надо согласиться Все ясно Надо согласиться Но с кем И чем Электробомба Могли быть Особые Не-не-не Подожди Видимо Да На другом суде Мы не могли согласиться Ну на другом Нонс Обдебатах Значит здесь Нужно согласиться Сломать С помощью ножа Сигнализация Не сработала Просто Тогда ты подошла К воротам Сигнализация Должна бы Активироваться Сто процентов Мне вот Мне кажется Согласиться Что они Не сработали Но для этого Ты использовала Электробомбу Я не думаю Что Макел Сигнализация Настолько Или ты думаешь Это плевать Подожди Все равно Нет Подожди Я хрен его знает Что здесь использовать Я вообще Не вижу Что тут могло Быть связано Хорошо А если Тут Меньше всего Просто Я правда Пыталась Сигнализация Не сработала Да Я даже Не задумывалась То есть Она правда Говорит Подожди Может На вот этих Вот словах У нее Согласиться Вот Какие-то Особые Настройки Хрен его знает Так Хоть это было И моим предположением Я даже не знаю Что это Могут быть За настройки Может дело Вообще Не в сигнализации Да я не знаю Что обдумать Я не вижу Что тут может быть Хотя бы немного Как-то связано Сломать С помощью ножа Ну Сигнализация Не сработала Все что я думал Я попробовал уже В электробомбу Или электробомба Его ответ Но Вы хотя бы Как-то помечаете Варианты Которые я выбирал Я уже не помню Я почти на 100% Был уверен Что я этот ответ Выбирал То есть Правильно Электробомбу Выбрал Понятно Ясно Нет Все же был способ Отключить сигнализацию Это можно было Сделать с помощью Электробомбы Однако У Маки была Только одна бомба И она использовала Ее сегодня утром Вот Все таки использовала Потому что я сидел Думал Да или нет Использовала или нет Вот что-то Меня смущало Да все таки использовала Но другие электробомбы Она могла у Кокичи Уже мертвого Забрать Если так Если так То единственный человек Который мог использовать Электробомбу Кокичи Верно Нафиг мне такое делать А мне нет Никакого резона Отключать сигнализацию Я бы только поставил Себе в невыгодное Положение Сделав это Да Мне тоже так кажется Не могу придумать Ни одной причины Объясняющей Зачем Кокичи Это сделать Потому что это сделал Не Кокичи Акайто Но мы точно знаем Что сигнализация Была выключена Иначе Просто быть не может Если это так Тогда Вот оно Конечно Просто отключение Сигнализации Не было его Основной целью А что? Причина По которой Кокичи Использовали Электробомбу Была в том Да ты даже не знаешь Использован он Это или нет Ты этого даже Не знаешь Почему ты утверждаешь Это Он сделал это Чтобы отключить Функцию безопасности На гидравлическом Прессе А это Ты как Что? Зачем Он мог Его просто Придушить И уже Бездыханное тело А там То что Провод Обрублен Ну Провод Обрублен Хорошо Чтобы не Подняли Но Он что Живого По твоему Кайта Положил Туда Отключить Функцию Безопасности Конечно Электробомба Отключила бы Еще и Сигнализацию Но Думаю Основная цель Все же Была другой Отключение Сигнализации Лишь Последствия Этого Как ты К этому Выводу Пришел Да Конечно Возможно Правшичи Но Зачем Это Думаю Причина Может быть Лишь Одна Однако Если Я прав То Все Наши Умозаключения До Этого Момента Были В корне Неправильные Неправильные Какой Аспект Этого Дела Противоречит Новым Доказательствам Возможно Бомба Как-то Повлияла Видеозапись Я Не Это Имел Ввиду Ты Сказал Недостоверность Видеозапись Я Имел Ввиду Что Там Пауза Будет Этот Как И Он На паузу Нажали В этом Смысле Недостоверная Запись Что Там Не Кайта На самом Деле Умер Ты Издеваешься Вот Вместо Этого Вонючего Таймера Лучше Сделали Адекватно Сделали Без Времени Но При Этом Маленькое Описание Каждого Варианта Чтоб Мы Сидели И Думали А Не Наугад Пытались На Время Отгадать То Причина Смерти Ты Издеваешься А нахрена Его было Срочно Убивать Если На нем Был Яд То есть Все-таки Ты хочешь Намекнуть Что это Кайта Выпил Противоядие Да Причина Смерти Кайта Что Если Электробомба Была Использована В промежуток Времени Пока Маки Шла К воротам Тогда Возможно Что Кайта Не умер От яда Его Причина Смерти Может Быть Совершенно Другой Да Теперь Есть Возможность Что Это Что Подожди Что Кроме Отравленной Стрелы Какова Другая Возможная Причина Смерти Ай Да Я Случайно Опять Нажал Да Что Что Это Час Сердечек Слил Просто Потому Что Нажал Ну Это Бред Ты Только Что Это Сказал Зачем Нам Это Еще Отгадывать Гидравлический Пресс Кайта Все Же Мог Быть Убитым Ты Это Только Что Сказал Зачем Ты Ты Это Сказал Подожди Я Наш Такое Прям Не Туда Все Время Жму Так Нет А Как Диалог F2 Точно Подожди Если Электром Бомба Промежуток Времени Которая Шла К воротам Тогда Возможно Что Кайта Умер Не от Яда Его Причин Причина Смерти Кайта Какой Спект Противоречен Организаторам Какой Спект От Подожди Отключение Сигнализации О Ну Вот Ты 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 Сам Говоришь Ты 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 Отключить Пресс 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 Раздавил Ты 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 Предлагаешь То же Самое Отгадать Еще раз Что Кайта Могли Убить Пресс Если Предохранитель Был Отключен Прежде Был Отключен Пресс Мог бы Раздавить Кайта Пока Тот Еще Был Жив Сразу После Того Как Я Бросила Ему Противоядие Я Попытался Открыть Ворота В ангар И Тогда Кайта Все Еще Был Жив Но 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 Почему Тогда Отключила Только Функцию Этого Как Его Предохранителя Почему Не Отключила Весь Пресс Разве Чтобы Работать Пресс Ему Не Нужно Электричество Нет Нет Такого Что Он Просто Пум И Все Правильно А Если Именно В Это Время Гидравлический Пресс Использовали Причина Смерти Становится Очевидна Получается Если Все Было Так Как Это Убило Немаки Запятнанный Должен Считаться Тот Кто Управлял Гидравлическим Прессом А Именно Кокичи Но Я Почти Уверен Что Гидравлический Пресс Ну Там Как Никак Он Не Должен Вот Очень Быстро Ходить Ведь Он Должен Как Подниматься Правильно И Медленно Спускаться Он Не падает С Грохотом Соответственно Если Отключить Электричество То Он Должен Застыть На Том Моменте Когда Отключили Электричество Правильно Вот Как Раз Таки Как И Перерубили Провода Чтобы Мы Не Могли Поднять Понимаешь То Есть Когда Он Опустился Вот Тогда Отрубили И Тогда Сам Он Уже Не Поднимется Но Соответственно Опуститься Сам Он Не Мог Потому Что Там Ну Плотненько Там Не Знаю Максимум Микронная Разница Между Этим Шкив Или Что Там И Самим Это Лишь Возможность Не Более Да Тем Более Как Он Заставил Кайта Лечь На Пресс Кстати Реально Как Он Заставил Кайта Лечь На Пресс И Лежать Все Это Время Это Первое Второе Если Он Был Уже Мертв То Пресс Б Сработал И Без Предохранителя Но Если Он Был Грубо Говоря Без Осознания То Ничего Не Мешало Просто Его Например Задушить И Не Тратить Электробом Который У Тебе Дефицит На Ресурс Правильно Что Ты Имеешь В В В Может Я Убил Кайта Пресс Может И Не Убил Вы Никак Не Можете Этого Выяснить Он Мог Быть Убивить Как Отравленной Стрелой Так И Гидравлическим Пресс И То И Другое Вполне Возможно Но Вы Никогда Не Сможете Сказать Точно Ни За Что Ни За Что Правда Наверняка Мы Как То Можем Решить Эту Загадку А Ну Да Ну Учитывая Что Они Тут Делают Я Могу Предположить Что Они Просто Таки А Если Бо Он Умер От Стрелы Значит Тогда Бо Ты Его Пресс Не Раздавливал Вот Как Нибудь Так Какая Такая Логика Действительно Или Можно Определить Причину Смерти Кайта Да Нет Я Не знаю Тут Тупо Даже Не Понимаю Чему Они Могут Клонить Ну Я Шо Говорю Как Как бы Я Не Хотел Этого Признавать Но Качи Прав Мы Никак Не Можем Подтвердить Причину Смерти Кайта Так Что Он Ты Сказал А Вы Не Можете Осмотреть Тело И У Вас Нет Никаких Существенных Доказательств С этого момента Вы Не Можете Пойти Никаким Выводом Вы Не Можете Узнать Правду Монаку Мы Можем Спросить Типа Что Мы Можем Спросить А А Как Ты Понял Кто Убийца Ты Тоже Не Можешь Определить Он Отравлен Был Или Придавлен Прессом Единственный Кто Все Знает Я Ведь Я Напрямую Участвовал В этом О Да Подожди У меня Глаз Чешется Так Вот Чего Ты Добивался Ты Хотел Совершить Неразрешимое Убийство Ну Что Наконец Поняли Ага В этом И был Мой План Но Фишка Этого Дела Не в том Что Неизвестна Жертва А в том Что Неизвестен Убийца Как И Все Как Суды До Этого А кроме Меня Никто Ничего Не знает Лишь Я Обладаю Ответом На Все Больше Нет места Дедукции Вы Можете Выбрать Убийцу Лишь Понадеявшись На Свою Интуицию Какие-то Проблемы Роботом Жанна Надеюсь Есть Попросить Его Просто Снять Шлем Хотя Бы На Секунду Чтоб Мы Убедились Что Там Кетчуп В чем Проблема И Монакуму Попросить Сказать Он Нечестно Играет Пускай Хотя На Секунду Сними Шлем Но Что Это Является Не Знаю Сказать Там Какое Нибудь Нарушение Не Знаю Чтоб Мы Хотели Продолжать Суд А Ведь Больше Вы Ничего Не Сможете Сделать Такой Вот У Нас На Этот Раз Суд Итак Кто Ж Убийца Маки Или Я Сердце Колотится От Волнения Чистый Запятнанный Наконец Столкнуться Лицом К лицу Время Голосования Серьезно Ну Я То Я То Знаю Что Ответ Будет Этот Кайто Но Мне Получается Сейчас Нажено Специально Неправильно Проголосовать Что Ли Эй Это Моя Фраза Лишь Я Разрешаю Лишь Я Решаю Когда Начинается Время Голосования Ой Да Ладно Тебя Будто Кто-то Сможет Узнать Правду Макума Давай Уже Голосовать С Этим Жи Не Будет Никаких Проблем Да Ты Знаешь Кто Запятнанный Не Так Ли Ты Всегда Да Конечно О чем Ты Та Назвучишь Так Не Уверенно Запятнанный Значит Да Как Я Могу Не Знать Почему Ты Так Взволнован Потому Что Он Не Мог Тогда Следить Кто Его Убьет Потому Что Был Окруженный Экзисалами Да Что Вы Так Говорите Что Происходит С Монокумой Монокума Неужели И Ты Не Знаешь Кто Убийца Да Откуда Такие Выводы Вообще Будто Я Чего Могу Не Знать Ты Правда Не Знаешь Этого Что Должно Значит Почему Даже Монокума Не Знает Личность Убийца Монокума Тоже Не Знает Личность Убийца Раз Этого Не Знает Даже Монокума Что Это Может Сказать Нам О Деле Постойте О Деле Вот О Конечно То Что Истинная Цель Кокичи Цель Кокичи Была Не В том Чтобы Совершить Убийство Которое Мы Не Сможем Разгадать А Он Пытался Совершить Убийство Которое Не Смог Бы Разгадать Даже Монокума Монокума Ну В чем Смысл Это Ведь Кокичи Его Контролирует Понимаю Но Только Подумайте Сколько Моментов Данного Дела Это Бы Объяснило Капец Это Это Называется Нет Это Конспирология Называется Нет Когда У тебя Есть Просто Несколько Фактов Ты Не Знаешь Какой Вывод Но Какой Нибудь Придумываешь И Типа Ну Смотрите Это Объясняет Правильно Ну Так Монокума Знал Все детали Каждого Убийства Верно А это Значит Что У него Был Какой То Способ Следить За Нами Возможно Есть Скрытые Камеры Размещенные Так Чтобы Мы Ни за Что Их Не Обнаружили Не Могу Этого Утверждать Но Он Жен Как То Следить За Нами По всей Видимости Кокичи Использовала Электробомбу Чтобы Отключить Эту Систем Наблюдение Электробомба Предотвратила Любую Беспроводную Передачу Видеоизображения Из Ангара Так Что Где бы Эти Камеры Не Находились Они Бы Ни за Что Не Показали Монокуму Уже Какой Там Смысл Кокичи Контронирует Монокуму Стоп Он Говорит Чтобы Электробомба Работает Только На Беспроводные То Что Грубо Говорят Розетки Идет На То Он Не Действует Но Соответственно Ангар С чего Бы Тогда Силовое Поле Работало Если От Панели Провод Наверное Идет К силовому Полю Не Может Силовое Поле Работать Вообще Ну Подожди Что Это Вообще Что Значит Подожди Я Даже Это Сложить Не Могу Это Вообще Никак Не Связан Когда Что Прежде Чем Мы Все Это Точно Определим Нам Стоит Обсудить Кое Что Другое Например Что Ты Несешь Раз Цель Была Создать Убийство Которое Сбило Бы С толку Даже Монокуму То Игзисалы Да Они Очень Да Очень Сомневаюсь Что Они Защищали Его Там Они Да Ты Че Догадался Да Ничего Се Оказывается Не Лучшее Место Защиты Прям Посреди Ангара Где Мы Его Видим Да То То Он До Этого Все Время Где То Прятался А Сейчас Такой Ух Станут Там Где Меня Все Видят Наблюдали За Монокумой Наблюдали Да Во время Расследования Он со мной Кое-чем Поделился Да Просто В них Так Да Была Одна Настройка Наблюдать За мной А управлялись Они Автопилотом Раз Они Были Его Технологиями Зачем Им Было Просто Смотреть На Него Гораздо Логичнее Было Бы Осматривать Области Рядом С ним Отслеживая Нас Исходя Из Этого Думаю Можно Заключить Что Игзисалы Были там В роли Наблюдателей За Монокумой А Следили Они За Ним Чтобы Он Не Пришел На Место Преступления Я тут Вспомнила Что Перед Тем Как Я Выкрала Экзисал Они Все Как Раз Были Сосредоточены На Монокуме Думаю Поэтому Другие Три Экзисала Не Стали Меня Преследовать Когда Я Направлялась К Ангару Так Вот Кажется Я могу Сформулировать Насчет Этого Электробомбы Она Уничтожает Только Ну Приводит В бездействие Только То Что В чем Есть Электричество Но Без Проводов Типа Аккумуляторы Монокума Мы Видели По Проводу Он Не Подключен Экзисалы Тоже Они Видимо Заряжаются Через Хвост И Силовое Поле Какой То Время Не Будет Работать Пока Аккумулятор Отключат И Будут Заряжать Ну И Поставить Другой Этим Кто-то Должен Был Заниматься Правильно Что Бред Мне Кажется Проводами Подключен Но Допустим Такое В теории Может Что Там Аккумулятор Но Преста Точно С проводами Ты Видел Которые Еще Даже Обрублены Соответственно Это Вообще Нелогично Он Не Мог Электробомба Отключить Но Определенные Функции Он Либо Все Отключает Либо Ничего Вот Кстати Еще Одна Хрень Какая Как Это Объясните Понятно Тогда Монокума Должно Быть Говорил О Маке Даже Если Это И Ставит Кого-то Невыгодное Положение Классный Суд Всегда Должен Справедлив Тем Более Тот Кто Уже Знает Эту Информацию Похоже Не Очень Собирается Делиться Ей С Вами Но Теперь Вместо Него Это Можешь Сделать Ты Так Будет Честно По Отношению Ко Всем Участникам Ладно Тогда На Это Все Хватит Может Подписаться На Канал Чтобы Не Пропустить Следующий Сирио И Скоро Увидимся